Чемпионат мира в Болгарии стал триумфальным для дагестанцев, выступающих за сборную страны. Сразу пять золотых медалей, но из числа наших земляков, выступающих за сборную России, представитель дагестанской сборной только один. Расул Гасанханов стал обладателем нового автомобиля. Вот этот белоснежный автомобиль сегодня достался нашему чемпиону Расулу Гасанханову. В этом году ему удалось завоевать золото чемпионатов России, Европы и мира. Вопреки травме, которая не дала ему выложиться на все 100%, он все-таки привез в родной Дагестан золотую медаль весовой категории 68 килограмм. Представляю Дагестан, и мы сегодня хотим получить. Такие подарки это не только для меня, это даже те ребята, которые сейчас будут видеть фотографии, видео по телевизору, они все будут стремиться к этому. Это очень большой символ для нас, для спортсменов, потому что годами тренируемся. Еще до начала турнира президент федерации самбо Дагестана Хучбар Хучбаров, с приходом которого самбо в республике вышло на новый уровень, пообещал победителю новый автомобиль. Но это далеко не единственное поощрение. Каждый профессиональный самбист сегодня получает стипендию. А гонорары за победу выросли в несколько раз. На самом деле у меня лозунг был, это инвестиции в человеческий капитал, и это одна из инвестиций. Наши стипендии, которые мы делаем молодым ребятам, тоже являются инвестицией в них, в их рост, поддержка для них. Но мы растим новых молодых ребят, которые будут входить. Это расул, это будет являться таким стимулом, и молодые ребята в зале будут смотреть на него и понимать, что можно получать за свой труд и стипендию, и какие-то призы при достижении каких-то вершин. Курбан Рагимов, Салман Гетехмаев, телеканал ННТ, Махачкала.